Добрый день! Мы с вами находимся в читальном зале научной библиотеки Тюменского государственного института культуры. Не так давно, 8 февраля, мы отмечали День науки, и сегодня мы пригласили одного из интереснейших философов, преподавателей философии, Ирину Анатольевну Булгакову, выпускница Уральского государственного университета, факультета философии. Она работала в медицинской академии наук, в нашей медицинской академии. Сейчас она преподаватель на кафедре философии Тюменского индустриального университета. Преподаватель и философ Ирина Анатольевна, она интересуется огромным количеством философских проблем, но вот последние ее монографии посвящены антропологии воспитания и философии воспитания. И сразу же хочется задать вопрос, Ирина Анатольевна, вот как получилось, что вы вышли на эту тему? Обычно философы берут антологические какие-то гносиологии, сейчас очень модно заниматься проблемами культурологии, и вдруг антропология воспитания. Причем написанные монографии с огромным количеством, вот то, что называется философская эрудиция, с огромным количеством теорий, методик, сравнений западной и отечественной философии. Итак, пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Тема действительно немножечко неожиданная, потому что меня вся философская общественность очень удивлялась, как может философ с базовым образованием, почти единственный в Тюмени, вдруг заняться воспитанием. То есть какой смысл, зачем вообще? То есть воспитание... Дело в том, что вот у нашего тоже профессора Баксановского есть хорошее определение, что в наше время как бы вся гуманитарная общественность переживает такой перед, такой как бы мейнстрим, который можно назвать бегство от воспитания. То есть воспитание, само себе слово, само слово ассоциируется с адритарным режимом, с советским пространством, с засилием идеологии, с дрессурой и так далее, и так далее. И поэтому как бы я все-таки хотела, чтобы тема воспитания стала предметом философского анализа. Дело в том, что когда-то мне запали в душу слова тоже одного московского уже профессора, там я так-то проходила стажировку в МКУ, и я сейчас уже не помню кто, может быть, Александр Ревович Доброхотов, может быть, еще кто-то. Прозвучала такая фраза, что русский ребенок воспринимает мир иначе. То есть ребенок, который воспитывается, живет в русской культуре, он живет как бы другими токами, другими энергиями, чем бы, например, это был ребенок, который находится под колпаком, так сказать, на Лонской конвенции. Ну, в смысле, понятно, что можно сделать здесь немарку, что любой ребенок, скажем, в другой культуре воспринимает мир иначе, в каких-то своих координатах ценностных. Но вот у русского ребенка особая ситуация. Опять же, к этой теме мне обратилась я все-таки еще и потому, что я больше практик, то есть я больше люблю сам процесс преподавания. Мне кажется, что каждая лекция, каждый семинар, практическое занятие, это как бы творится заново, и каждый раз это иногда успех, иногда не успех, но тем не менее это как бы ежедневное творчество. Поэтому мне как бы хотелось все-таки, чтобы эта тема существовала. Дело в том, что я опять возвращаюсь к тому, что сказала сначала, что, например, если сравнивать опыт западноевропейской культуры или американской, то там где-то в 60-х годах прошлого века уже было очень много открыто кафедр, кафедр именно философии воспитания. Поскольку очень хорошо ощущалось уже в семье, что наступает кризис процесса образования, процесса воспитания, и уже нужны какие-то мощные концепты, которые могли бы эту ситуацию как-то изменить. То есть мы знаем, с чем связан кризис вообще в мировой педагогике, то, что процесс преподавания отстает от запросов времени. То есть мы готовим детей, которые не готовы к жизни в результате. То есть для них школа как некая капсула, которая поддерживает их существование в эмбриональном состоянии. То есть они не готовы к жизни совсем, и что в ней происходит, и с ними очень сложно. И это то, что должно закладывать воспитание и образование, как раз у детей этого и не происходит. В принципе, это же касается и русской культуры, и отечественной культуры, но она усугубляется тем, что мы находимся в состоянии бифуркации, у нас меняется идеологема, меняются основы образования, воспитания, поскольку меняется вообще цивилизационное устройство, его основы, стиль и так далее. Поэтому вот такой длинный вопрос на ответ антропологии воспитания. То, что первое, так можно было бы это сфокусировать, что все-таки воспитание нуждается в философском осмыслении, хотя здесь тоже есть некая проблема, потому что, скажем, философы не то чтобы там свысока или произвительно относятся к педагогике, но они считают, что эта наука находится на эмпирическом уровне, то, что это, в общем-то, больше может быть искусство, больше основано на каких-то иррациональных тенденциях, может быть даже подсознательных, бессознательных, каких-то ритуальных. И я просто еще хотела сказать, что ваша библиотека мне тоже очень сильно помогла, потому что мне когда-то Наталья Павловна подарила эту книгу «Антропология воспитания». Дело в том, что никто не верил, что вообще такое может быть, вот такое сочетание «Антропология воспитания». Но меня спас как раз вот Кристофу Вульф, который одновременно, но практические книги выходят одновременно и моя, и Вульфа. И мне уже как бы в качестве аргумента можно было просто показать эту книгу и не отстаивать своей позиции и свою, так сказать, возможность заниматься этой темой. Ну, когда я читала вашу монографию «Антропология воспитания», меня поразило многие какие-то ваши постулаты или многие размышления. И сейчас вот просто хочется, открыла страницу, и здесь написано четко, «Педагогика – это практическая философия». И мне очень понравилась идея о том, что цель воспитания не навязана извне, а задана внутренней структурой души, которая повторяет уровни формирования культуры. Вот как вы это… Потому что ведь у нас всегда считается, что ребёнок – это создание, которое пришло, и которому даёт школа, даёт институт как бы огранку. И вдруг оказывается, что наша душа созвучна той культуре, и на этом строится воспитание. Вот как вы видите роль философии в этом? Ну, вот я начну с этой фразы. Это действительно моя любимая фраза. Жаль, что она принадлежит мне, она принадлежит директорию. Что, в общем-то, как бы педагогика – это практическая философия. То есть, получается, те философские интуиции, которые существуют на том или ином этапе культуры, они воплощаются как раз в практике педагогического самого действия, в педагогических программах, в самой педагогике, в самом непосредственном процессе. И вот здесь очень важная особенность именно русской философии. Лучше сказать, конечно, отечественной, но когда я говорю русское, мы же понимаем, что это, так сказать, многонациональная философия, многонациональные токи её понятны. Но как-то привычнее говорить русское. Так вот, отечественная философия, она как раз очень, не то чтобы прагматична, она просто нацелена всегда на преобразование человека. А раз преобразование человека, то это уже просто смыкается с самой педагогикой. Поэтому как бы… Ну а то, что касается культуры, да, мне просто близка эта идея. Собственно говоря, сам пафос вот этих книг, потому что потом эта антропология воспитания уже вылилась в философию воспитания, потом, значит, ещё какую-то книгу, связанную с преподаванием, да, вот, например, сейчас я пишу как раз книгу о том, как использовать русскую художественную литературу для воспитания как раз вот русской идеи, для воспитания гражданской позиции и для воспитания, в общем-то, патриотизма. Как с помощью русской, можно так сказать, как с помощью русской художественной литературы избавиться от того идеологического вакуума, в котором мы оказались. Ну, здесь, правда, ещё пишу о российском современном фильме. Вот, поэтому как бы так. То есть, как бы мне близко, значит, сама по себе пафос и сама идея изначально, она была связана с тем, что, ну, вот, как бы, опять же, та фраза, расхожая уже теперь, что в своём Отечестве пророков нет. То есть нам хочется заимствовать какие-то, ну, ту же Балунскую конвенцию, какие-то методики, методологии западные, а ведь у нас огромное богатство, огромное сокровище представляет как раз русская философия и русская педагогика. Вот. И в русской педагогике, как раз, эта мысль очень хорошо прослеживалась в культурно-исторической теории Выкутского, что каждый из нас в своём развитии повторяет все этапы развития культуры. Вот. В этом плане, как бы, я ответила на вопрос. Я думаю, что, да, ну, то есть человек, как бы, ну, то есть речь идёт в этой книге о культурологическом эссенциализме, да, как бы, о том, что, ну, то есть я продолжаю здесь концепцию Степановой Энги Николаевны, она, значит, пишет о том, что, естественно, то есть это мы все как бы хорошо понимаем, что в каждой педагогике, в каждой педагогической, значит, в педагогической деятельности воплощается какой-то образ человека, образ человека. И вот она говорит, что если бы всё-таки больше сделана ставка, например, на тело человека, ну, это, скорее всего, даже природосообразные разные технологии, они, значит, их можно назвать соматическим эссенциализмом, вот. Есть, значит, эссенциализм психический, когда речь больше идёт о душе, об общении ребёнка с культурой и так далее. Есть ещё спиритуалистический эссенциализм, это всё терминологии вот Эли Степановой, значит, где речь идёт о том, что, как бы, для того, чтобы структурировался наш мир, он должен всегда, как бы, находиться в какой-то иерархии. То есть и здесь вот нам на помощь приходит, как ни странно, синергетика, физика лазера, которая говорит о том, что высшие антологии, они, как бы, являются мерой порядка по отношению к низшим антологиям. Кстати, эту идею я тоже сильно извиняюсь, но я заимствовала у любимого философа Юрия Михайловича Фёдорова. Это его фраза непосредственно. И обратила внимание, что у вас... Ну, это совершенно потрясающе. Вот я что ещё хочу сказать, что, собственно говоря, и вы могли бы, как бы, наверное, можно было бы перейти к тому, что же всё-таки я внесла во всё это, потому что вся я состою, получается, из цитат. Вот. Но я, значит, всё-таки убеждена, что русская культура – это очень мощно, что там содержится огромный эвристический потенциал, интеллектуальный, философский, и она ещё находится в такой капсуле, она, как бы, ещё не стала... Ну, как бы, она, вот словами говорят Светаевой, Марина Ивановна, что она не получила ещё своего воплощения. То есть она, как бы, находится ещё в почке. Вот её нужно ещё раскрыть, ей нужно дать... В ней должна быть почва, чтобы зацвести. Вот. Поэтому я считаю, что это вот просто моё такое убеждение, и вот с ними я, кстати, нигде ещё пока не столкнулась, у меня пока ещё нет, так сказать, людей, которые бы меня поддержали в этом смысле, о том, что именно в русской культуре зарождается постнеклассический тип мышления. То есть вот как раз принципы синергетики. Это принцип неринейности, открытость, да, это хаос и порядок, да, хаос, как переход с одного уровня на другой и так далее. Я считаю, что в трудах и даже больше, наверное, в художественных текстах происходит вот это вот становление вот этого русского менталитета. Но для синергетики очень важна идея времени. А идея времени, а воспитание, оно как раз футурологично. То есть вот если находиться в контексте постнеклассической парадигмы, то самое главное, что должен чувствовать и понимать воспитатель, философ, о том, что общаясь с детьми, неся какие-то идеи, истины, он формирует будущее. Будущее своё, своих детей, своих внуков. Он несёт ответственность на будущее государство, отечество. Да, да, на будущее государство. Вот поэтому мне как бы вот эта вот как бы идея очень близка. Как раз синергетики постнеклассической и даже может быть эффекта бабочки. Эффект бабочки уже потрясающий. То есть получается, что как бы хорошие мысли каждого дня, каждого из нас уже формируют как бы космос. И уже позволяет, если в нас, ну вот по Фрейду, да, у нас находятся как бы Эрос и Тонатос, да, и каждый день Эрос борется с Тонатосом. То есть Эрос — это желание жить, любить, а Тонатос, то есть точно с такой же силой такой человек стремится созидать, он, как ни странно, стремится разрушать. Вот такие мы как бы сложные и противоречивые. Вот, поэтому если... И каждый день в нас происходит борьба вот этих двух энергий. Либо нам нужно что-то созидать в себе, и если же у нас не получается созидать, мы начинаем разрушать. Но то, что мы видим сейчас, в настоящие дни, с нашей молодёжью происходит. То есть желание разрушать, желание что-то из себя вот представить, но практически это чисто поверхностно и не очень посмысленно и духовно. Например, от которого мне до сих пор хочется плакать, но я всё-таки о нём расскажу. У нас есть семинар такой «Будущее России», вот когда мы изучаем социальную философию, и там речь идёт у нас о сценарии будущего России. Мы делимся на группы, значит, ну и понятно, это сценарий вернуться опять в социализм, в лучшем варианте, да, объединиться с Китаем и Индией, в некий блок, да, и как бы или евразийский элемент, ну и так далее, несколько таких сценариев. И вдруг, значит, у нас семинар уже идёт во всё, и вдруг встаёт отличница, она очень хорошо учила в школе, и здесь тоже группа, помню, МВД, девочка, я даже не помню, как зовут, но она встаёт и говорит, Ирина Анатольевна, а почему же мы не рассматриваем вариант уничтожения этой страны? И вот тут мне стало по окончательно плохо. Уничтожение России. То есть Россия, да, культуры. Она вообще не должна быть, считает ребёнок, который учился на пять. Вот представьте себе, вот как с этим жить? Это же как бы, это, ну как бы не то, что вызов нашего времени, а это оценка всего, что мы делали, родители, педагоги, учителя в школе, воспитатели в садике. Я не хочу здесь быть, здесь это то, чего не должно быть. Откуда это? Что это? Это отсутствие того самого воспитания традиционного, национального и то, что у нас было накоплено ещё и до 17-го года. Да, и в общем я считаю, что воспитание это как бы некая форма социальной энергии. То есть дело в том, что очень много было законов по поводу соотношения образования и воспитания. И воспитание на какое-то время даже исчезло, в 90-е, в нулевые годы вообще из всех программ. То есть считалось, что потом вот эта Балунская конвенция, где, собственно говоря, даже не предполагается вообще какое-то воспитание. А вот когда-то я читала работы Айдаровой, это я всё по поводу того, что у нас огромная просто сокровищница вот этих идей в педагогике, в психологии. Вот Айдарова Ладоосифовна, речь идёт об иностранном языке, и она говорит, даже преподавая иностранный язык, ты воспитываешь ребёнка. Ты воспитываешь ребёнка и воспитываешь к любви союстранника. Как ни странно это может звучать. Где это, как это. Это невозможно, как бы это можно только почувствовать спинном мозге. Что-то такое в тоне голоса преподавателя, в каких-то энергиях его есть, заставляет и убеждает человека в том, что, собственно говоря, созидательные силы должны всегда побеждать. Ну, во всяком случае, мы можем сказать, что каждый, кто прочитает Вашу монографию и обратится к этому вопросу, он придёт к такому же выводу. Потому что книга, она, каждая монография, она пронизана пафосом человека утверждения, идеями гуманизма, любви к Отечеству, к ребёнку, к окружающему миру и так далее. Ну, спасибо большое. Я хочу Вам пожелать, во-первых, творческих, дальнейших творческих успехов, новых монографий, новых книг. И чтобы Ваши идеи воплощались не только в методике преподавания, но и в тех благодарных студентов, которые Вам бы сказали, что Ирина Анатольевна, Ваша философия оформила мой взгляд на жизнь, на Отечество и на себя самого. Так что всего Вам доброго, здоровья, благополучия. Что-то самое главное я не сказала. Так что вот есть книги для этого, потому что их можно будет полистать. Спасибо Вам большое. Спасибо. Всего доброго. Во многом обязана в библиотеке, Ваша. Так что, наверное, уже не войдет там нашу запись, но я во многом обязана институту культуры и библиотеке, потому что какую Вам удается здесь создавать атмосферу, больше в городе как бы такого вот нет. И я просто, ну как бы, мне жалко тех людей, которые здесь не бывают. Это все. Средоточие культуры и гуманизма. Нет, ну это правда.